МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Сроки поджимают. Удалось ли справиться с последствиями наводнения на территориях образовательных учреждений? Передача взяток, обналичивание денег и коммерческий подкуп. В городе задержана организованная преступная группировка. И пожар во втором терапевтическом. В ЦГБ прошли масштабные тактико-специальные учения. Сегодня в некоторых районах города вновь было отключено водоснабжение. Все дело в том, что одна из емкостей запаса горячей воды дала течь. И чтобы ее устранить, произвести отключение было необходимо. Работы начались ранним утром и к концу дня должны быть закончены. Так что, обещают специалисты, горячая вода сегодня поступит во все дома без исключения. Индексация оцен на тепло переносится с января на июль. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Напомню, раньше расценки утверждались в декабре, а действовать начинали только через полгода. Сейчас они будут устанавливаться непосредственно в преддверии 1 июля, сроком ровно на один календарный год, говорится в постановлении правительства. Эксперты утверждают, что для рядовых потребителей ровным счетом ничего не изменится. Нововведение упростит работу управляющих организаций. Добавлю, в последнее время рост тарифов на тепло происходит довольно плавно. Он составляет примерно 10% в год. За долги можно лишиться квартиры. В этом наличном опыте убедился один из жителей города. Еще в 2007 году, будучи зарегистрированным в Ноябрьске, он взял ипотечный кредит и приобрел на него однокомнатную капитальную квартиру. Если поначалу мужчина платил по счетам, то потом перестал это делать. Снялся с регистрации в городе и стал скрываться. В том числе и от судебных приставов, которым пришлось подключиться к работе с неплательщиком. В итоге, чтобы вернуть банку деньги, его квартиру пришлось реализовывать. Продажа недвижимости в июле этого года погасила весь долг заемщика перед финансовым учреждением и так называемый исполнительский сбор в пользу государства. К слову, о том, что мужчина может лишиться квартиры, он знал. Его неоднократно предупреждали, но никаких действий не предпринимал. Он не был зарегистрирован в городе, он скрывался, счетов не имел ни в каком банке. То есть специально скрывался. Реализованная квартира погасила весь долг, а также исполнительские сборы в размере 7%, это около 90 тысяч рублей. А долг основной был 1 350 000. Предложенная сотруднику ГИБДД взятка может обернуться реальным лишением свободы для водителя, который пытался покинуть округ через Ноябрьск. Дело в том, что управлял он автомобилем с грузом, превышающим установленные нормы. На это обратили внимание сотрудники ГИБДД еще на промзоне и остановили для выяснения обстоятельств. Мужчина смело предложил госавтоинспектору 5 тысяч рублей в надежде уладить ситуацию, что называется, на месте. Но не тут-то было. Его задержали. Возбуждено уголовное дело. Вообще, как правило, автомобили с превышением либо массы, либо соответствующих размеров останавливаются, досматриваются на стационарном посту Карамовский. То есть следующий, или, как правило, транзитом мимо нас. Ну а здесь просто опытный инспектор наметанным взглядом определил, что размеры груза не соответствуют. И при замерах действительно было установлено, что они не соответствуют нормативам. Ну и в связи с чем машина была остановлена, и водитель попытался решить свои проблемы таким образом. Законодательным предполагается максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы за совершение подобного рода преступления. Участники организованной преступной группировки задержаны в Ноябрьске. Как выяснилось, они промышляли обналичиванием денег, передачей взяток и коммерческим подкупом. Всего за три года с использованием расчетных счетов фирмы «Однодневок» участниками группы было обналичено свыше 300 миллионов рублей. Более 10 человек работали под руководством уже ранее судимого мужчины. Клиентами незаконной банковской деятельности, то есть заказчиками, выступали предприятия и организации бюджетов различных уровней. В июле 2013 года оперативники задержали руководителя преступной группы и еще одного мужчину при передаче обналиченных 900 тысяч рублей заказчику. Кроме того, в ходе осмотра их автомобиля были обнаружены деньги в сумме около миллиона рублей, печати подконтрольных фирм «Однодневок», а также черновые записи. Сейчас оба мужчины находятся под стражей. Полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Представитель Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Дмитрий Ананьев досрочно покинул свой пост, сообщает «Эхо Москвы». Своё решение сенатор объяснил личными мотивами. Он отметил, что работал в софт-феде почти два срока и считает, что нужно сменить сферу деятельности. Дмитрий Ананьев возглавлял комитет по финансовым рынкам и денежному обращению. А в 2012 году занял должность замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам. Срок его полномочий истекал в 2015 году. Некоторые эксперты считают, что его уход связан с принятием закона, запрещающего совмещение работы в парламенте с предпринимательской деятельностью. Ананьев вместе со своим братом владеет промсвязь банка. Материнский капитал и индексацию пенсии отменят во имя стабильности. В июне текущего года Дмитрий Медведев заявил о необходимости оптимизации бюджета с целью сохранения макроэкономической стабильности. Во исполнении решения вышестоящего руководства Министерство финансов подготовило 13 предложений по оптимизации расходов и доходов бюджета. В первую очередь Министерство финансов посчитало необоснованно высокими расходы на пенсии. К 2020 году предлагается сэкономить бюджет пенсионного фонда на 781 миллиард рублей путем отказа от двухразовой системы индексации пенсии. Помимо стариков, основными пожирателями бюджета Минфин посчитал матерей. В связи с этим планируется к 2016 году отказаться от материнского капитала за второго и последующих детей, сэкономив 330 миллиардов рублей. Вместо материнского капитала планируется некая адресная помощь семьям с низкими доходами. Рухнувшие от мостки, размытые подъездные пути и затопленные подвалы. Все это великолепие украсило в общей сложности 30 образовательных учреждений после сильнейшего ливня, который обрушился на город две недели назад. И это уже после того, как объекты прошли процедуру приемки к новому учебному году. Устранить последствия разрушений первый замглавы администрации Андрей Касьяненко поручил к 18 сентября. Кирилл Мигель сопоставил кадры двухнедельной давности и сегодняшние. Еще две недели назад во дворе коррекционной школы невооруженным глазом можно было наблюдать последствия недавнего потопа. А точнее, их было гораздо сложнее не заметить. У одной из стен зияла яма, в которую запросто мог провалиться ребенок. Сегодня от разрушений не осталось и следа. Конечно, погода нас в этом году не пожалела. И, как вы сказали, это было действительно для нас ЧП. Рухнули наши отмостки. Но мы очень довольны тем, как справились, отреагировали подрядчики на именно это наше ЧП. И насколько быстро они это все устранили. Все быстро, профессионально и качественно. Примерно та же картина, но в более ярких красках наблюдалась и на территории детского сада Росинка. Здесь ситуация была еще более опасной. Отмостка рухнула прямо у одного из выходов. Сегодня почва под ногами есть. Нужно лишь вывезти мелкий мусор, который остался после ремонта. А вот размытый проезд у центрального входа детского сада так и остался проблемой. Чтобы ее устранить, говорят подрядчики, необходимо заново поднимать бетонные плиты и делать отсыпку. Приступить обещают уже в ближайшие несколько дней. А между тем, уже с понедельника детский сад распахнул свои двери для воспитанников. Полностью закончить работу здесь планируют к пятнице. Затем, как она будет выполнена, проследят специалисты. 22-23-го будет работать муниципальная комиссия по объезду подъездных путей к образовательным учреждениям. Но если вдруг до пятницы не будет устранено, явно эта комиссия будет направлена в замечание. И все равно мы это устраним в ближайшие дни. Это непредвиденное наводнение стоило бюджету школы и департамента образования порядка 4 миллионов рублей. Деньги пришлось экономить буквально на всем. Но ни копейки от родителей школьников и дошкольников не потребовали. До 25-го все учреждения будут готовы на 100%. И неделя нам для того, чтобы расставить мебель, книги в шкафы и принять детей 1 сентября. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города. 58% россиян за единый учебник истории. Главный аргумент – необходимость общепринятого стандарта – взгляда на историю. Такие данные в преддверии нового учебного года представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. О том, что в России разрабатывается единая концепция истории, на основе которой будет подготовлен учебник для школы, известно 46% россиян, но в основном поверхностно. 52% впервые услышали об этом в ходе опроса. Наиболее информированными оказались москвичи и петербуржцы и высокообразованные респонденты. Ничего не знали на момент проведения опроса. Об этом чаще всего жители малых городов и малообразованные люди. Слушателям подготовительных отделений государственных вузов, которые обучаются за счет средств федерального бюджета, с 1 сентября 2013 года полагается стипендия в 2000 рублей. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства. Право на получение стипендии имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп. Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. И другие льготные категории граждан. Порядок выплаты стипендии устанавливает Миноборнауки России. Сегодня медперсоналу и пациентам гастроэнтерологического и дерматовенерологического отделений ЦГБ пришлось выйти на незапланированную прогулку. В обычный размеренный режим дня коррективы были внесены незабавы ради. Повод очень даже серьезный и необходимый. Огнеборцы медучреждения проводили тактико-специальные учения. Они, к слову, получились масштабными с привлечением пожарной техники. Чтобы был дым, привезли даже дымовую установку. Задействовали в учениях и другие оперативные службы. Помощь условно пострадавшим на месте оказывала бригада скорой помощи. Как это было, смотрите далее. Постыкнулась сообщение учебная тревога Мурдинка-36. На лестничном пролете 2-го терапевтического корпуса произошло возгорание электрощитовой. Такова легенда этих учений. Человеку-непосвященному легко поверить, что здесь все происходит по-настоящему. Из корпуса спешно эвакуируются медики и пациенты. Причем большинство, находящихся в здании, к происходящему относятся терпеливо и даже с пониманием. Худаяр Бабаев сам в прошлом спасатель. Говорит, чтобы потом не бегать в панике, к чрезвычайным ситуациям нужно готовиться заранее. Полотенце влажное, чтобы не задыхаться, покрывало, если на улице будет холодно, чтобы укрыться. Нужны обязательно. А вдруг, если что-то серьезное, то как люди себя должны вести? Это правильно, это нужное дело. Холодно, дождик. Ничего страшного нету. Чем травму получать, лучше так тренироваться. Пока эвакуированные, стоя на свежем воздухе, наблюдают за происходящим, пожарные делают свою работу. Медицинские учреждения имеют свою специфику и в случае пожара или других ЧАЭС здесь важно спасти каждого пациента. Есть пациенты, которые самостоятельно не могут передвигаться, то есть их приходится эвакуировать на носилках. Если невозможна их даже эвакуация, то есть подразделение пожарной охраны обеспечивается защитой данных пациентов от опасных факторов пожара именно на месте. То есть есть такие больные, которых нельзя отключать от аппаратов, которые поддерживают жизнедеятельность их организма. Поэтому это уже, конечно, более осложняет. Ну, в данном отделении таких не было. Зато были те, кого все же пришлось эвакуировать. У нас пациент остался на третьем этаже в 301-й палате. Это какой стороны? Вот с этой стороны, вот палатинка там висит на окошке. Одного через окно на третьем этаже спускался мужчина самостоятельно по пожарной лестнице. Другого, который, по легенде, не мог сам передвигаться, из отделения выносили на носилках. Производная эвакуация передали сотрудникам скорой помощи. Эвакуированы были больные за три минуты, то есть более ста человек. Мы прибыли в течение нормативного времени, то есть, грубо говоря, две минуты. И ликвидация произошла где-то за пять минут. То есть горение было ликвидировано. Потом производилась пожарная охрана и разведка. Еще помещение задымленных, наличие пострадавших. В принципе, с поставленной задачей как подразделения пожарной охраны, так и администрация объекта справилась. Оценка, в принципе, хорошо. Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Церковная лавка на территории храма Архангела Михаила скоро будет размещаться в отдельном здании. Одноэтажное строение уже практически готово. Работы по возведению начались еще прошлым летом, но немного затянулись, так как строили без посторонней помощи сами работники храма и на средства прихода. Добавлю, сейчас на территории храмового комплекса два помещения, где можно купить православную литературу, крестики или другую церковную атрибутику. Одно в доме притчи и второе, небольшое и тесное, в самом храме. Когда здание достроят и торговля будет вынесена в отдельное здание, освободившиеся помещения пустовать не будут. Планируется, что вместо церковной лавки в доме притчи разместится приходская библиотека. В сентябре-октябре церковная лавка будет уже работать. И та лавочка, которая есть сейчас в храме, торговля вся будет вынесена сюда. Лавка эта построена по благословению епископа Салихарского Новоуренгойского Николая. Ну как бы вот за счет того, что все-таки строили собственными силами, у нас получилось на протяжении года строительство растянулось. И в завершении выпуска коротко о спорте. Представители одного из лучших форвардов мира Роберта Ливандовски ведут активные переговоры с питерским «Зенитом» по поводу переезда Ливандовски в Россию, сообщает Спортэкспресс. По информации издания «Сине-бело-голубые» намереваются приобрести его, заплатив 40 миллионов евро нынешнему клубу футболиста «Боруссии». Роберт Ливандовски перешел в «Боруссию» в июле 2010 года из польского «Леха». Тогда «Дортмундцы» заплатили за перспективного футболиста лишь 4 миллиона 750 тысяч евро. С тех пор поляк сумел стать одним из лучших нападающих в мире, выиграв за три года дважды Буднес-лигу, Кубок и Суперкубок Германии. В прошедшем сезоне Ливандовски провел в составе команды Георгена Клопа 57 матчей, забив в них 43 гола. И у меня на этом все. Прогноз погоды на завтра через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». АЗС «Газпромнефть» 21 августа в Салихарде облачно. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. В Муравленко преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура 11 градусов тепла. В ноябрьский дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура плюс 11 градусов. 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 Температура плюс 11 градусов.